Привет, ребята! Привет! Сегодня вы научитесь понимать русских ещё лучше, потому что мы с Костей дадим вам секретные слова, которых нет в книгах по русскому языку. Но когда мы разговариваем с русскими, мы всегда слышим эти слова. Что же это за секретные слова? Мы сейчас узнаем, а нашим шпионом по расшифровке секретных слов будет Костя. Итак, поехали! Первое слово – пред. Привет, Костя! Привет! Правильно, расшифровка этого слова – привет. Что значит «привет, ребята», да? Но часто мы говорим «пред». Привет, Костя! Привет! Привет! И это «прально». А «прально» – это второе секретное слово. Неправильно! «Прально» значит «правильно», да? Но мы часто сокращаем его и говорим просто «прально». Правильно? Нет. Неправильно! Следующее секретное слово – «смотри». «Смотри». Правильно, но «смотри». Нет, не знаю, что. Смотри ещё раз. Это было следующее секретное слово, что значит «смотри», да? Смотри. Есть ещё одно секретное слово – «тя». А теперь ты меня спроси. Катя зовут. Катя. Слушайте, мы не говорим «тебя», мы говорим просто «тя». «Будешь». Следующее секретное слово – «будешь», будешь апельсин? Это мандарин. Это мандарин? А что же значит секретное слово «будешь»? Буду. Это значит «будешь», да? Будешь, мандарин? Буду. Вери. Ну, следующее секретное слово – «сёдня». «Сегодня». «Сегодня». Куда мы сегодня ходили? Я не знаю. Ты забыл? Да. Я тебя не понимаю. Тебя. И ещё одно секретное слово, которое даже немножко похоже на имя. Гриш. Говорю. Правильно! Что ты горишь? Говорю. Горишь – значит «говоришь», ребята. Нет, «горишь» – это значит «горишь». Ну, ещё можно «гореть», да? Например, «я горю, мне жарко», «я горю» или «дом горит». А бывает такое, что кто-то что-то горит или «говорит». «Наерно» – это последнее секретное слово. «Наерно». Что это значит? «Наверное». «Наверное». Очень часто мы говорим «наерно». Правильно. Правильно. Наверное, это правильно. И самое сложное секретное слово, которое очень-очень тяжело угадать. И это слово «чек». «Человек». Правильно! Костя нам расшифровал очень трудное секретное слово. Представляете слово «человек»? Иногда мы говорим просто «чек». Например, как ты думаешь, он хороший человек? Нет, потому что стоит 20 евро. Кто? Ну, не знаю. Чек? Да, чек. А ещё какой бывает чек? Бывает чек. В магазине. Да, в магазине такой чек. А ещё бывает чек, который мы выписываем, да? Чтобы заплатить. Это тоже чек. То есть бывает три чека, да? Чек, чек и человек. Наверное, это были наши все секретные слова, которые мы сегодня с Костей вам выдали, как самые плохие шпионы, да? Или очень хорошие шпионы, потому что мы шпионили для вас, шпионили за русскими и за тем, как они говорят. Ну, ребята, увидимся в следующем видео. Пока!